Мои витания, дорогие мои друзья! Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! У меня сегодня такое, знаете, приятное, очень даже приятное, такое душевное событие. Я получила посылку. Как бы, что в ней я догадываюсь, потому что предварительно мы списались с моей постоянной подписчицей. Это посылочка от неё. Живёт она в городе Смила, это Черкасская область. Звать её Наталья Данылышин. Очень такая приятная женщина. И когда впервые услышала её голос, такой, знаете, он мне показался такой близкий и родной голос, такой тёплый, нежный голос, такой прекрасный, украинский, украинская такая мова чудова, знаете. Вот. Ну и вот, Наталья. Знаю ещё о Рихе. Там мают бутыльцы и посылочки. Подивиться, какая посылочка. Ой-ой-ой, 7 килограмм. Я, честно сказать, никогда не думала, что мне люди будут присылать посылки. Ну, как бы, сама люблю делать гостиницы, люблю делать сюрпризы. Но, чтобы сама получать, как-то, знаете, ну, не было ещё у меня такого, чтобы я получала посылки от друзей с Ютуба. Вот это первое. Вот. Спасибо, Наталья, тебе. Дуже величезно спасибо. Дуже величезно тебе. Дякую за твои труды. Ну, что ж, я хочу её открыть и разом с моими подписниками подивиться, что ж ты мне туда положила, что ж ты поклала. Вот. Вооружаюсь такими этими ножницами специальными, потому что, честно признаюсь, давно я не получала. Ну, вообще, посылок давно я не получала. Вот. Даже разучилась, как их нужно распаковывать. Вот. Это очень, так, знаете, волнительно. Ну, я думаю, вам эти чувства тоже знакомы, правда, когда присылаются посылки. Я помню, знаете, даже с детства, когда, значит, нам приходили посылки от моей бабушки, которая живёт в России. Вот. Ну, это ж, боже, сколько мне было лет тогда, если я помню хорошо. Ну, может, пять лет. Вот. Тоже помню, когда родители, значит, открывали эту посылку. Мы с сестрой стояли и с нетерпением ждали, что же там будет, что же там будет. Вот. И вот, как бы, знаете, осталось это в памяти, эти такие чувства. Ой-ой-ой, Наталю, Наталю. Я ж казала, ничего он и куплятый. Ой, Наталочка, Наталочка. Вчера добрая украинская душа. Так, так, так. Так. Ну, це лист. Лист. Ой-ой-ой-ой-ой, який волоченький. Який волоченький лист. Ну, це усобистое. Это я буду читать наедине. Ну, что, показываю вам, мои дорогие зрители, мои подписчики. Что ж Наталья мне положила? Конфетки. Конфетки, свиточ, палитра. Палитра называется ассорти, ассорти. Вот так приближу. Вот такая коробочка. Наталья, ну, можно мне солодкую есть, а ты меня балуешь. Так, что ж тут дальше? Ой, вот эти штучечки такие моющие для кухни. Ну, Наталья знает, что треба нам, господиням. Ну, это она еще так приложила. Я поняла, она приложила, чтобы, значит, то, что она мне положила, по посылочке не ездила. Мамочка моя дорогая. Ну, все, я сейчас заплачу. Наталочка. Простите. Это видно с огорода Наташиного. Яблочки. Посмотрите, какие красивые яблочки. Боже, как это трогательно. Как это трогательно, дорогие мои. Ой, не могу, не могу. Яблочки. Пахнут. Груши. Ой, какие груши. Прямо как нарисованные. Посмотрите, дорогие мои. Наташенька, мое ж ты солнышко. Посмотрите, как нарисованные. Наташенька, ты волновалась. Что это? Не говорила ты мне, что ты мне фрукты положишь. Спасибо. Видишь, какая умница. Как все практически переложила. Вот этими штучками, что для кухни. Еще яблочки. Еще грушки. Так все, знаете, утрамбовано хорошо. Хорошо, чтобы ничего не попадало. Перчатки. Да, Наталья, ты бачила, да? Наташу я без перчаток мыла свою кухонную плиту. И ты мне положила перчаточки. Ой, спасибо, дорогая. Ну, есть у меня, есть перчаточки. Ну, видишь, я такую обложность совершила, что мыла плиту без перчаток. Ну, спасибо, такие тоненькие, хорошие. Честно сказать, у меня такие какие-то длинные, знаешь, такие вот аж чуть не по локоть. А это, ну, и чудесные. Прям уже хочется даже примерить. Ой, чудесные какие. Ой, и цвет красивый. Спасибо, Наталочка. Спасибо, мои сокровища. Довела меня до слез. Так. Что тут? А, тут такой кулечек, думаю, что же тут? Орехи. Ой-ой-ой. И даже лущеные орехи. Посмотрите, мои дорогие. Посмотрите. Хвастаюсь вам, хвастаюсь. Трогательно. Да, слез трогательно. Посмотрите. Это же сколько труда надо было приложить, чтобы такой куль начистить орехов. Наталочка, сокровище мое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо. Так. О-хо-хо. О-хо-хо. Так. Веткрыватый тут. Веткрыватый тут. Ага. Боже, какая умничка. Так. Что же это такое? Интересно. Желтого цвета. Так. Что же это такое? Так. Я, может, посылочку отставлю, чтобы... А то все заслоняю. Желтого цвета. Интересно. Ой, что же это такое? Вино? Нет. Ну-ка, открывай. О, Лия. А-а-а. Это подсолнечное масло. Это точно, наверное, своего производства. Наталочка. То вы, может, сами делаете. Или ты покупала, тратила денюжку. Пахнет как. Семечками. Семечками пахнет. И такая прозрачная. Боже, Наталочка. Большое тебе спасибо. Миленькая ты моя. Спасибо, дорогая. Так, еще что-то такое. Тоже. Ведь кроватый тут. Ведь кроватый тут. Так, чтобы запаковывала. Столько этой плюнки потратила. Она что-то денег стоит. Ой. Аж насмерть появляется от слез. Что, неужели? Еще подсолнечное масло. Нет. Наверное, нет. Темный такой цвет. Очень красивый. Вино, наверное. Вино. Вино. Наталя, спаиваешь. Боже, божественно. Как же вкусно. Наталочка, это виноградное. С глоточкой не распробовала. Наверное, виноградное. Ну, ты, наверное, мне там написала. Я сейчас буду читать и узнаю. Такой цвет красивый. Я не знаю, не видно вам. Такой прямо бесподобный цвет. Такой алый-алый. Ну, еще, еще что-то ж. Ой-ой-ой, Наталя, специи. Целая куча специй. Целая куча. Ну, конечно, пригодится в хозяйстве. А как пахнет. Прелесть. Смесь перцев с чесноком. Ой, как я люблю смесь перцев. Может, Наталья обратила внимание, что я что-то там и говорю, если готовлю. И говорю, что смесь перцев. Да. Смесь перцев. Бесподобный запах. Прованская сумеш трав. Прованская сумеш трав. Грузинская приправа. Наталю. Домьяса. Супер. Дякую. Кавказская приправа. Вай-вай-вай. Наталя, мне нужно хлопа заводить, чтобы мясо виробить. Такие всякие с этими приправами. Так. Сумеш трав итальйска. Прованская смесь трав. Ой, как пахнет это всё. Какой приятный запах. Индийские. Индийские натуральные прянущие. Ну, всё, обязана я теперь увлекаться готовкой. Больше готовить. И больше вам показывать каких-то своих приготовлений. Ну, кто это всё будет есть? Кто? Мексиканские натуральные прянущие. Мясо нарисовано. Перчик. Ой, прелесть. Какая красота. Приправа до плову. Ой, сто лет не готовила плов. Обязательно приготовлю. Наталья. И употреблю в приготовлении вот эти твои присланные, значит, присланную эту приправу. Хмели-сунели. Отличнейшая приправа. Отличнейшая. Посмотрите, сколько она мне всего прислала этих приправ. Спасибо, Наталочка. В стороночку. Ещё не всё. Думаете, что? Да. И лучок. Мне на днях, я тоже, может, сделаю такое видео. Моя подруга принесла лучок мне, и Наталочка мне положила свой домашний лучок. Наталочка, моё ж ты сокровище. Как это трогательно, друзья мои. Как это трогательно. Спасибо, Наталья. Так. Ещё не всё. Ага. Либо пекарски дрижжи. Почи, Галя, почи, да? Печи, Галя, і печи. Дякую. Дякую, Наталочка, тобі. Дрижжі сухі. Ну, тут срок годності вони можуть триматися довго, тому що я тільки недавно відкрила пачечку. Дякую, Наталя. Але в мене якась инакша пачка. От. Дякую, сонечко. Так. Ой, губок сколько. Ой, 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 сколько губок. Ну, Наталя так всё положила, чтобы как бы не вибрировало это всё в посылочке. Я поняла, она так всё уложила аккуратно. Вот. Спасибо, Наталя. Вот знает человек, что... Что значит женщина? Да, женщину понимает. Знает, что всё такое нужное, которое пригодится в кухне. Да, вот это, да, я уже издалека вижу. Для чако. Это такие витамины для моего чака, для моего попугая. Любит, кстати, он. Любит. Ну, не знаю, или эти. Немножечко другие упаковочки. Посмотрите, написала для чака. Какой же широкой души этот человек. Наталочка, я тобой восторгаюсь. Я тобой всегда восторгалась. Всеми комментариями, которые ты мне писала. И пишешь. Так чувствуется, знаете, когда человек пишет от души, а не просто так. Поставить галочку. Ах, Наталя, ну ты мне довела до слез. Чака. Чако. Я его тюлью заслонила, чтобы не мешал нам разговаривать. Тебе достигнет чако. Ты чуешь? Ну, видишь? Наталя, чуешь? Винчуешь. Вот. Так. И что ещё? Так. Интересно, друзья мои. Это Смила. Город Смила. А, это эти, знаете, на холодильник, что цепляются. Как они называются? Ой-ой-ой. Вышибла. Господи. Магнитики. Магнитики. Смила. Смила. Магнитики. Григоровича Шевченка. Дякую. Наталочка. Дякую, моя дорогенька. Нехай Бог тобі допомагає, дає здоров'я і тобі, і твоїй родині, щоб все складалося в вас саме як найкраще. Ну, самое главное здоровье, тому що от я трошечки його втратила, і це дуже так, знаєш, дуже навіть оцю посилочку отримати, і ти дуже багато положила, і мені прийшлось брати таксі, тому що в руках я то нести не змогла б. Дякую, сонце моє, дякую, моя днесенька, дякую всім людям, які заходять на Мі-канал, які дивляться. Мне так, знаете, кажется, що у мене мало совсем подписчиків, совсем мало, 300 человек. А вначале вообще как бы постепенно, постепенно, помните, я даже как бы выходила в ефір, засняла такое видео с такой радостью, що у мене 100 подписчиків. Ну, понимаєте, я как бы не гонюсь за количеством, ну, конечно, б хотіло, щоб мене смотрело більше людей, але щоб смотрело більше людей і було більше подписчиків, треба мати одно направлення, ну, наприклад, кулинарне. А у мене же, ви знаєте, що? І поїзія, і пою пісні, і які-то делаю екскурсії, що там я іщу, і які-то болталки, я с вами говорю. Под настроение, вот. Ну, как бы спектр такой, знаєте, большой і как бы расширений, вот. Ну, і кулинариї стало щас немножечко так, що-то викладати, тому що, ну, думаю, готовлю себе і можу людям показати. Ну, консервацию тоже много не делаю, по чуть-чуть совсем, вот. Ой, як пахнет масло, оно закрытое, ну, пахнет прямо запах, такий аромат. Ну, как може, вот, пахнуть? Они же, они же такие вот, ну, как зимние, да, і вони ж будуть долго лежать. Наталья, я їх отложу в стороночку, і яблочки, я смотрю, хороші ці сорта. І, значить, буду кушать і тебе вспомінать. Буду готовить, брати спеції в руки і тебе вспомінать. І жела тебе здоров'я кожний раз. І ці ж губочки даже. Буду посудку мати і буду тебе вспомінать. Спасибо, моя дорогая. Спасибо. Ну, Чака, не знаю, Чака буде хрумати, конечно. Ну, я йому буду объяснять. Я йому щас подойду і покажу і скажу, що це висловла Наталя з Ютуба. Дякую, Наталочка. Дякую, моя дорогесенька. Я цілий час тобі буду дякувати за це все, що ти мені прислала. Спасибо вам, друзья, за внимание. Мне хотелось поделиться с вами такой радостью, потому что, честно сказати, давно таких емоций, пусть даже со слезами на глазах, я не испытывала. До свидания, мои дорогі. Всего вам самого доброго. Наталочка, люблю, целую і ценю. До свидания.